Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности». А у нас в гостях победитель конкурса «Учитель года-2014» Анисада Гаргуля. Добрый вечер! Здравствуйте! Я вас от всей души поздравляю. Расскажите, как это было, как прошел конкурс, как вы в нем победили? Спасибо за поздравление. Было тяжело, но очень интересно. Этапов было несколько? Да, было несколько. Был отборочный этап, где мы подавали просто материалы на бумажных носителях. И затем, конечно, самое интересное, это вот уже очный этап конкурса городского, в котором было несколько испытаний. Для вас самое трудное было что? Обычно визитная карточка бывает? Нет, в этом году было все достаточно серьезно. Я бы даже сказала так, научно. У нас было методическое объединение, где мы, все педагоги-участники, делились опытом своей работы. Какие методики, технологии они применяют, какие новшества вводят в свою работу. Затем был урок традиционно, вот самый такой интересный этап конкурса. Беседа с учащимся, очень волнительный этап, потому что мы не знали, какую тему для беседы выберут ученики. Это как? Давайте сразу по порядку. Это как? Какую тему? То есть вы приходите в класс, и вам говорят, расскажите нам, пожалуйста, вот об этом. Ну, не совсем так. Нам огласили четыре темы. Причем в зависимости от того, какую возрастную категорию учеников мы выбирали, темы были разные. У начальной школы был один круг тем. Средний звенок я выбрала для беседы седьмой класс. И у старшего звена там темы были, соответственно, уже возрасту. У нас были четыре темы. Успешный человек, какой он. Тема касалась Олимпийских и Паралимпийских игр. Затем была тема «Здоровье дороже богатства». И тема «Страна, в которой я бы хотела жить и быть гражданином». То есть, согласитесь, темы достаточно такие серьезные, обширные. Но в географии все-таки, наверное, последний пункт больше, на мой взгляд. Может быть, там какие-то нюансы есть? Ну, возможно. Но смотря как подходить. То есть, если с точки зрения страны, то да. А если с точки зрения гражданина, то здесь, конечно, больше, может быть, ближе даже преподавателям общества знаний и истории. Но ребята выбрали, то есть, им заранее сказали все четыре темы. Они обсуждали, может быть, советы с классными руководителями. То есть, мы не знали, какой темы. Когда я вошла в класс, поприветствовала ребят, соответственно. Говорю, ребята, какую же тему вы выбрали для беседы сегодня? Что хотите обсудить? Они выбрали успешный человек, какой он. И дальше уже вот у нас завязалась беседа. Тема была им близка, им было интересно, как стать успешным. Мы вывели даже формулу успеха с ними. Ну, в общем, достаточно так интересно. Хотя я очень волновалась, честно сказать. Сидел полный класс. То есть, это не беседа такая с маленькой группой, а полный, хороший класс учащихся, с которыми, в общем-то, я практически была не знакома. Единственное, нам позволили на подготовительном этапе 10 минут заранее просто пообщаться с классом, чтобы дети нас увидели, чтобы для них мы были не новым человеком. Вот от преподавателя, на самом деле, огромное количество перспектив в будущем зависит. Казалось бы, ровный предмет, география. То есть, кому-то нужно, кому-то совершенно нет. Ну, будем говорить прямо. Но, тем не менее, если преподавать его так, чтобы дети интересовались, чтобы они бежали на урок, все равно в жизни пригодится. Трудно сегодня объяснить детям и родителям, в первую очередь, что предмет-то на самом деле нужный, что он может быть интересным, и куда-то с ним еще потом можно. Бывает сложно, потому что, к сожалению, сейчас мало вузов при поступлении просят, чтобы было ЕГЭ по географии. Но, конечно, в жизни без этого предмета никуда. Я всегда ребятам говорю, даже выбирая и планируя поездку за границу, по родной стране, мы должны знать географию, должны знать, где находится тот или иной объект, климатические условия. Вот с ребятами надо шутим. Вот что вы возьмете в поездку? Допустим, климат какой. Что лучше брать? Теплая одежда. Вот представьте, вы взяли купальник, а там арктический тип климата, предположим. Ну, то есть, вот какие-то такие нюансы. Ребята, конечно, 6 класс, вот я им такие примеры провожу, смеются, но в то же время задумываются. А это запоминается лучше всего, на самом деле. Да, действительно. Вот, кстати, у вас своя методика есть в преподавании? То есть, может быть, у вас, как сейчас говорят школьники, фишки есть? То есть, они вас любят именно за это? Ну, технология, да, игровой деятельности. Я, в общем-то, очень люблю игровую деятельность. И начала работать в школе, работала сначала в классе коррекционно-развивающего обучения. Это детки сложные, бывают запущенные, бывают, ну, трудно… Невнимательные, в первую очередь. Да, невнимательные, трудноусваивающие материал, долго искала, какую вот методику, что подобрать, как найти подход. И вот предложение «давайте поиграем», сразу у них отклик вызывает. И, в общем-то, они забывают, что это урок, это игра, раскрываются, высказывают свои точки зрения. Ведь в игре, казалось бы, можно пошалить, похулиганить, что-то пошутить. У меня к вам необычный вопрос. Современный кинематограф – это вот такое чувство, что некоторые двоечники мстят педагогам. То есть это вот американская с Кэмерон Диос, да, версия. Сейчас есть русский, широко обсуждаемый фильм, Георгий, да, «Глобус-пропил». Да, да, да. Географ «Глобус-пропил». Географ, да, да. Как вы к такому творчеству относитесь, если это можно назвать творчеством? Не обижает ли оно вас? Может быть, вы обсуждаете это с детьми? Может быть, какие-то свои выводы делаете с преподавателями? Ну, что хочу сказать. Конечно, фильм «Географ-глобус-пропил» меня затронул прямо до глубины души. Почему географию выбрали опять же? Вот да, почему география? Почему, значит, «пропил»? Почему показали такой класс? Где вообще, в общем-то, нашли такой класс и таких детей? Не знаю, у нас обычно общеобразовательная школа. Настолько все вот утрировано как-то, обижает. Обижает. Вообще, вот отношение к педагогам как-то вот, если мы вспомним старые фильмы и сравним с фильмами, которые нам сейчас предлагают, наверное, вот поэтому, может быть, падает престиж вообще профессии учителя. И молодежь не очень в школу идет. Ну, значит, надо что-то сделать для того, чтобы она шла, чтобы на учителя было приятно смотреть. То есть это эстетика внешнего вида, чтобы его было приятно слушать, чтобы к нему было не страшно входить на урок. Дети обычно боятся. То есть кому-то везет с преподавателем, он действительно много знает, но он не знает, как найти общий язык с детьми. Мне кажется, вы не строгий преподаватель. Или я ошибаюсь? Нет, не строгий. И иногда, когда дети расшалятся, скажем так, на уроке, я говорю, ну все, сейчас я начну на вас очень громко ругаться. Мы вас не боимся, вы добрые. Вот это их слова. Нет, я преподаватель не строгий, я ищу другие какие-то методы, подходы. Ведь всегда можно как-то отвлечь внимание, переключить внимание, загадать загадку, прочитать стихотворение, какой-то прием интересный применить. Если говорить о вашем личном обучении, вы же постоянно обязаны и для себя, и для детей повышать свою квалификацию. То вот для вас этот момент сейчас в чем заключается? Сейчас, в принципе, все педагоги обязаны повышать свою квалификацию. Без этого угнаться, наверное, за, скажем так, даже, можно сказать, за детьми нам будет сложно. Применять на уроках всевозможные технологии, информационные технологии, конечно же, но всему этому надо учиться. С этого года вот я являюсь руководителем городского методического объединения, учителей географии. И стараюсь организовывать работу так, чтобы учителя города, географы, могли поделиться своим опытом друг с другом. Ведь это тоже обучение, это тоже своего рода повышение своего профессионального уровня. А вот если говорить вообще о вашей школе, мы о ней пока ничего не сказали. Что там еще любопытного, интересного? Может быть, вы отметьте своих коллег, может быть, какие-то у вас были замечательные события, о которых мы не слышали? Наша школа, школа общеобразовательная, 37-я, но школа необычная. Во-первых, у нас в школе давно уже сотрудничество с Ясной Поляной. Затем наша школа активно принимала участие в экспериментальной работе городской. Сейчас это называется инновационной деятельностью. Сейчас уже не экспериментальную работу переименовали, теперь это инновационные площадки, инновационная деятельность. Мы занимались таким вопросом, как формирование толерантности. А сейчас мы инновационной деятельностью как бы занялись, работаем над вопросом, тоже достаточно актуальным сейчас. Сейчас это вопрос буллинга в школьной среде. Вопрос, может быть, само понятие буллинг не всем будет понятно, но смысл заключается в том, когда происходит систематическое унижение или агрессия группой учеников, какого-то одного слабого, беззащитного ученика. Это может быть одноклассник или просто ученик в школе. Это очень важный момент сегодня. Сейчас об этом очень много говорят. Это те самые видео, которые снимают избиений, обычно учениц почему-то. Ученицы избивают учениц. То есть мы сейчас увлеклись, заинтересовались, нас затронул этот вопрос. Даже совместная была встреча, несколько школ у нас в Рязани этой проблемой тоже заинтересовалась. Приезжал из Америки психолог Буч Лози. Он занимается этим вопросом буллинга, изучил уже проблему буллинга в Америке. И в странах Европы. И вот сейчас вот наш вышел на контакт с Россией, с Рязанью. Тоже, кстати, это большой плюс, что он выбрал наш город. Как сказать, стоп. Мы не будем на грустном, у нас другой повод. Я вам от всей души желаю удачи. Вам, вашим коллегам, чтобы вам везло с учениками и с родителями, которые понимают значимость того, что вы делаете. Это была программа подробностей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова